Привет, все уже нынче прошаренные и знают, что если аккумулятор сел, то лучше заряжать его нормальным зарядным устройством полноценно, ну за исключением может быть каких-то экстренных ситуаций, когда проще воспользоваться проводами. Так вот нас многие спрашивают, каким же лучше зарядником заряжать? Старым, аналоговым, которым пользовались еще наши деды, или современным цифровым? Ну на самом деле старое это не значит плохо, а с другой стороны неспроста же новые вещи, всякие умные штуки придумывают. В общем есть о чем подумать, есть в чем разобраться. Главный минус обоих устройств в том, что им всем нужна розетка. Был обзор вон вообще прямо из воздуха, раз и зарядите аккумулятор. Ну тогда нужен большой вентилятор или велосипедные педали. В общем, Алексей, наш специалист. То есть почему все это называется профи обзор, потому что у нас есть в этом случае профессионал, я так п*** гораздо, а человек шарит. Да, шарит, он получил в пользование два вот этих прибора, ознакомился с ними и сейчас мы попробуем разобраться, что из этого круче. На самом деле вот мне непонятно. 30 ампер заряд немноговато. Честно сказать, если он сейчас заряжается 33 амперами, то для вот такого малыша, ну тогда прощай, бифлющик, тебе скоро станет нехорошо. Ну я полагаю, что как-то вот здесь по-другому она должна быть промаркирована, эта шкала, ну вряд ли она точно еще показывает. Как с китайскими колонками, чревато для них осыпанием активного свинца на пластинах, то есть разрушение, сульфатация. Алексей, ну по степу этого устройства его небольшие погрешности, давай все-таки сравним принципы аналоговое и цифровое. Чем различаются? Если б я знал. Есть между этими двумя устройствами принципиальная разница, то есть здесь обычный трансформатор, регулятор тока, провода с клеммами, да, ну и все мы вручную и все выставили и начинаем заряжать аккумулятором. А это уже электронное цифровое устройство, то есть в нем есть схемка специальная на основе микропроцессора, которая автоматически подбирает оптимальный режим. А теперь мы хотим очень быстро заряжать аккумулятором. То есть это самая функция 5-минутной зарядки? Да. Да, да, да. Максимальным током максимально быстро заряжаем аккумулятор, набиваем. Цифровой вот этот зарядный прибор умудряется заряжать аккумулятор импульсным током. Он изменяется от минимального значения до максимального выбранного в режиме несколько раз в секунду, что очень благоприятно сказывается на качестве зарядки аккумулятора. То есть аккумулятор в этом случае заряжается быстрее, с меньшей затратой энергии в целом. То есть химические процессы внутри аккумулятора идут более активно, без вреда для него. Уже вот я знаю очень много хороших отзывов именно в импульсных зарядных устройствах, которые работают быстрее, работают тише, потребляют меньше энергии, чуят, заряжают аккумулятор более качественные. А этот требовательно. Есть такое преимущество 24 вольта, он способен заряжать, но как мы знаем аккумулятора 24 вольта у нас не существует здесь, поэтому это не самое нужное обычному потребителю. Зато если забыть вот эту кнопочку переключить или ее опасно как-то перещелкнуть случайно и подключить ее в машине с бортовой сетью 12 вольт можно наделать пиды. 12 и 24. Я вообще все это время на него смотрел, вот этот нолик и... Думал, что это выключено? Да. Нет, выключатель стоит, вот обычный пакетник, вот такой вот он здесь. То есть такой, надо ответственно к этому делу подходить, следить за этим обязательно. У нас тут, кстати, был совершенно недавно случай, с пенализацией на машине был потерян с помощью вот как раз такого похожего вот устройства. Мне однозначно импонируют гораздо больше цифровые зарядники. Продукции Автопрофи вот именно таким прям не приходилось пользоваться еще до сих пор, да, но чем-то наподобие приходилось и очень-очень хорошие у меня были впечатления. Вот очень быстро заряжает, порой даже очень плохие аккумуляторы удается в ходне. Я правильно понимаю, что здесь такой функции нет, да, ее не называют пятиминуткой, но если мы хотим зарядить очень быстро, можно повернуть направо вот эту ручку до талого. До талого, да. И, грубо говоря, это мы вредим, вредимокому, безусловно. А здесь есть функция таким, но за счет именно импульсов он это делает более легче, естественно, да. Сзади есть краткая инструкция тем, как этим всем пользоваться. Да, здесь есть индикация дисплея, то есть что он может показывать, какие ошибки могут возникать. То есть, если, допустим, вот у нас клемма соскочила, вот загорается ошибка, вот, отлично. Если вы подключите клеммы наоборот, страшного ничего особо не произойдет. То есть, ни машине, ни устройству не навредите. Здесь есть защита. Давай проверим. Что? Переполюсовку. Переполюсовку? Да запросто, без проблем. Снимем клеммы, оденем их на оборот, включаем. Устройство в обычном режиме у нас включилось. Мы пытаемся, значит, зарядку аккумулятора. И в момент, когда он начинает это проверять, он нам говорит об ошибке и пищит. Причем пищит весьма настойчиво. А этим? Этим вот я бы не был так уверен. Не похоже, чтобы в нем была защита. Если честно, проверять неохота. Так, и есть индикация полностью заряженного аккумулятора. Также вот в нем есть еще розеточка для каких-либо устройств, работающих от автомобильного прикуривателя. Не знаю, иногда у людей бывают такие нужды. Здесь есть отличный карман, в который помещаются все провода. То есть, он может компактно разместиться у вас в багажнике, там, в сумочке с какими-то инструментами. Весит совершенно немного, но нам вдвоем, чтобы это сложно. Вообще, почему вы думаете, что народ боится все-таки брать с кровью? Тут работает решение о том, что если вещь большевая, тяжелая, дорогая, то, наверное, хорошая. Но с точки зрения физики процесса заряда этого аккумулятора, да, то однозначно, там, импульсное зарядное устройство гораздо лучше справляется с этой задачей, гораздо меньше вредит аккумулятор, гораздо удобнее в эксплуатации, оно дешевле в производстве. Оно само знает, как заряжать, оно лишает вас всей этой нагрузки подобрать под свою емкость аккумулятора правильный ток зарядки, на нужное время это все дело там растянуть и так далее, да. Это устройство само зарядит аккумулятор, само автоматически отключится, тогда аккумулятор будет готов, зарядит его быстро, зарядит его качественно, занимает мало места, стоит недорого. В общем, я совершенно уверен, что импульсное зарядное устройство гораздо лучше. Нельзя даже сказать, что это для профессионала, можно сказать, что это понятно для профессионала. Да, с этим даже не то, что профессионал, просто человек осведомленный, который свою машину даже, допустим, обслуживает, знает, интересуется, он разберется и прочитает, если нужно будет ему и справиться, это не проблема. Но это устройство примитивное, это все равно, что, допустим, веник и пылесос. Вот такое вот мнение мое на этот счет. Так как ты в любом случае профессионал, у тебя вот это устройство ближе, да. Покупили 1 век, да? Покупили мы 2. Ну все равно их надо надевать, тогда вот это остается тебе, а это я себе возьму. Впередному камеру зубы не смотрят. Ну ничего, я его на запад поеду. Совсем не за горами у нас еще и масштабный тест проводов. Ну а пока все. Подписывайтесь на наш канал, знайте больше. Удачи!